Что это за ситуация? Поясните, пожалуйста, потому что люди волнуются, что они могут остаться без медицинской помощи. И эта волна, так я понимаю, очень даже подогревается. Дайте, пожалуйста, пояснение. Я скажу так, что повода для беспокойства нету, или они в большей степени надуманные. Действительно, в 2019 году медицинские осмотры, предварительные и ежегодные, будут проводиться медицинской организацией, обществом с ограниченной ответственностью Медпрофи. Автомобильный завод на конкурсной основе ежегодно закупает эти услуги. И в 2019 году заключен договор с этой организацией медицинской. Что это будет означать для наших сотрудников? Это будет означать, в первую очередь, то, что медосмотр будет в хорошо оснащенной клинике, в шаговой доступности от автозавода по адресу улица Октябрьская, 30А. Это клиника Медпрофи. Что касается деятельности заводских медицинских пунктов, где работники в случае необходимости могут получить квалифицированную медицинскую помощь, здесь все останется без изменений, заводские здравпункты будут обслуживаться специалистами клиники Медпрофи, и в случае необходимости работники автозавода по-прежнему смогут получить и квалифицированную медицинскую помощь, и пройти вакцинацию. Работники медпунктов, как и прежде это было, будут сопровождать поездки наших детей в лагеря, и будут сопровождать наши спортивные и корпоративные мероприятия. Так что в части деятельности заводской медпомощи и в части обязательств работодателя, которые Ульяновский автомобильный завод обязан обеспечивать согласно действующему законодательству, все будет выполнено в полном объеме. Что касается поликлиники номер один, она продолжит функционировать на территории автозавода, и вот чтобы не быть голословной, есть вот такая вот анонимка, где говорится, что работодатель, ну имеется в виду завод, повысил аренду своей же поликлиники, расположенной на территории. То есть есть ли действительно какие-то такие неблагоприятные факторы для работы этого учреждения? Ну начнем с того, что поликлиника номер один, это подведомственное учреждение медсанчасти имени Егорова. И говорить что-либо о решениях медсанчасти я считаю, наверное, некорректным, но чтобы не быть голословным, вот в данный момент на регистратуре объявление, что с 4 февраля поликлиника будет работать в обычном режиме. То есть по-прежнему в течение февраля, наверное, марта, а может быть и далее работники завода смогут, и ветераны смогут обратиться туда, получить какие-то консультации.